Их ждет главная сцена страны. Десять юных голосов из Чувашии зазвучат в унисон с детским хором России. Он выступит в Государственном Кремлевском дворце, где состоит заседание Госсовета России при президенте страны. На заключительной репетиции хора Соловушки перед ответственной поездкой побывала наша съемочная группа. Держи. Си. Я хочу побыть в Кремле, да, потому что там очень большая сцена и хочется там попеть чуть-чуть. Их соловьиные голоса будет слушать Москва и весь Кремль. Большая сцена может и немного пугает, но это большой стимул репетировать усерднее и усерднее. Надо понимать, детский хор России – это хор президента России. Это значит тот коллектив, где самые-самые талантливые дети, самые трудолюбивые, успешные дети. И те, которые имеют определенные навыки пения. Быть солистом такого огромного хора – это очень большая ответственность. Чувствуешь, как весь хор следует за тобой, например, когда ты поешь песню. Насколько здорово может звучать тысячи детских голосов, поющих в унисон, Чувашия хорошо помнит. Только этим летом в День Республики в Чебоксарах выступил детский сводный хор России и Чувашии. Тогда у монумента «Матери-покровительницы» воедино слились тысячи юных голосов из 32 регионов страны. В этот раз хор выступать будет не в полном составе. В концерте примет участие только половина детей из 78 регионов. Репертуар тоже другой. Готовят 13 детских песен – классику хорового творчества. В столицу ребята отправятся не одни. Ответственная задача и у руководителя соловушек Александра Васильева будет хормейстером детского хора России. Конечно, это очень ответственно, но с другой стороны такая гордость за Чебоксары, что все-таки мы показали какое-то свое качество, наверное, и свою состоятельность. Это будет третье выступление чебоксарских соловушек в Кремлевском дворце. Выезжают они 21 декабря. В Москве их ждут усиленные репетиции, а сам концерт состоится в канун Нового года, 27 декабря. Ирина Волкова, Дина Кустова, Александр Петров, Республика.